Экстренное включение! Здарова пингвина, дзука, наваливай звука на связи! Поступил невероятно актуальный запрос после выката последних документов от Оды. Как вы знаете, в 1074 главе Морганс решил сделать невероятно провокационный вброс о Мугиваре. Для тех, кто в танке, Морганс, глава всей мировой газетки Мира Ван Пис, дал указание своим подчиненным выпустить огромный тираж с кричащим заголовком на первой странице. Йонко Мугивара Луфи взял в заложники Вегапанка, забаррикадировался на яйцеголовом и объявил полномасштабную войну всему морскому флоту. Газетка сейчас разлетится по всем уголкам далеко за пределами Нового Мира и Гранд Лайн. И как нам с вами фанатам Ван Пис показывать великий мастер Рода Сенсей? Это послужит толчком к появлению новых наград за нашу любимую команду. Ладно, сорян, сами понимаете, издержки профессии. Короче, сегодня эксклюзив по новым наградам за всех соломенных шляп, которые вот-вот появятся. Перед основной темой еще раз вставочка. А знаешь, почему именно сейчас самое время подписаться на нашу телегу? Потому что я поборол свою пневмонию с бронхитом и сегодня до записи этих спойлеров дополз до зала. Пока даже просто двигаться в принципе тяжеловато. Но все будет чейки-пуки. В конце февраля или максимум в самых первых числах марта буду радовать вас кружками из Красноярска. Клянусь, ребята, клянись, клянись, ну-ка. Публичное мое заявление. Вот, хуй на сука, я бы разбил тебя, а если бы ты, я встретил тебя в реальной жизни. Ну-ка, плачу все, на публику, бля. И любому из твоих фанатов, чувак, любому, бля. Клянусь, хуй, бля. Подписывайся на телегу и следи за самым интересным онлайн. Весь свой полет и пребывание там до встречи с крашенным петушком я буду транслировать именно в телеге. Ссылка, как обычно, будет в закрепленном комментарии под видео. Жду всех, скоро завезут хлеба и зрелищ. Ну а теперь без каких-либо телодвижений запускаем трейлерочек и погнали. Итак, для начала, не стоит забывать, что сейчас хулиганы вместе со Стусей и Вегапанком будут уплывать с острова, минуя Адмирала Кизару и самого Горосея. Теперь, когда лично Сатурн пришел по головушку Вегапанка, накинуть ему нужно 2 миллиарда 200 миллионов белей. Самый опасный ученый мира Ван Пис, невероятный злодей и предатель. По-настоящему представляет огромную опасность для мировой знати. Такая награда ему в самый раз. А учитывая то, что он еще и связался с одним из Йонко, потом еще и заставлял старика Горосея понервничать ту всю. Теперь нужно следить за Вегапаночкой, чтобы его не нахлобучили в новом мире. Не отходя далеко от темы предателей, не забываем о Стуси. Она все же была в рядах самого секретного отряда на службе правительства. Элитные убийцы Сипи Зеро это вам не хухры-мухры. Хотя, глядя на нынешних, какой лучше, что один хухры, что другой мухры. Выходит как-то так. Ну ладно. За то, что Стуси все это время оставалась двойным агентом на стороне Вегапанка, ее награду нужно подымать до небес. Она хорошо осведомлена о внутренней кухне Дозора. Это добавляет ей больших ачивок не в пользу правительства. И поэтому 1 миллиард 100 миллионов били. Будет самое то. И отныне это будет самая большая стартовая награда за всю историю Ван Пис. Вот такая вот она, отца Стусичка. Теперь можно переходить к Мугиварам. Поскольку малыш Чомпа, как и многие из соломенных шляп, не совершал ничего грандиозного, за этот период меня арочки. Как я хотел, следующая награда в 100 миллионов, а в этот раз не получается. Видать, сверхновым Чоппер станет только после Эльбафа. А сейчас, продолжая традицию, накинут пацану либо 2000 били, либо десятку. Я остановлюсь на червонце, пускай малыш хоть немного порадуется. В этой арке яйцеголового основными лицами выступают далеко не Мугивара. Здесь нам раскрывают Кому, Бонни, Вегапанка, агентов Сипи Зеро, Горосея Сатурна и многих других. Но никак не, как бы сказал Фрайс, статистов из команды соломенной шляпы. Поэтому Нами Сан, Брук и Фрэнки по старой доброй традиции получат символическую накидку. В этот раз всего лишь по 100 миллионов били. В ванна многим накинули по 300. Отсосил тракториста. Но тут никаких особых действий не было. Только как сопровождение Вегапанка. Поэтому именно так. Теперь самое оно. Усоп останется единственным, чью награду не подымут. А знаете почему? Да потому что на следующей крупной арке, то есть на Эльбафе, Усоп будет выступать как величайший воин Эльбафа и должен будет ломать самого бога лжи Локи. А после победы Усоп по-настоящему заимеет статус бога, заменив бывшего бога лжи и тогда его награда взлетит до небес. Рассчитываем минимум на 1 миллиард били. И это нижняя черта. Кто-то скажет. Да что ж за несправедливость, почему нами Фрэнки и Бруку подняли просто так и Усопу нет? Он чё, лысый? Именно так. На самом деле, лысина Усопа божественного типа и послужила триггером подобной несправедливости. Короче, все вопросы к великому Годи Сенсею. Ника Робин на данный момент имеет награду в 930 миллионов. И думаю, вот тут не здорово портить красоту нулей и добавлять именно соточку. Нужно ведь до миллиардика, чтобы Робин уже двигала самого Джека. Вы представляете, насколько она имба-имба-имба-имба-бамба. После этой арки уже совсем большая часть Моги Вар перевалит отметку в миллиард бели. И это очень здорово. Килька Джимбей, имевшая награду в миллиард сто, превосходящая Санджи, также ничего не делая, пускай получает соточку за сопровождение и причастие к этому побегу от Адмирала Игора Сея. Поэтому Кругляш в гавайской рубашечке примерит к своему личику не менее круглую награду в миллиард двести миллионов бели. Сколько же банок с Килькой можно купить на эту сумму? Теперь от рыб переходим к собакам. Да-да, не удивляйтесь. Не, ну вы конечно не обижайтесь, но принцесса Санджи сама попросила звать себя псинкой. Поэтому, дабы подчеркнуть всю боль, и чтобы Зора еще пуще прежнего мог угорать над принцессой собак, было бы здорово увидеть у Санджи награду в один миллиард девяносто девять миллионов бели. Что на лямчик будет ниже, чем у той же Стуси. Дабы подчеркнуть сабмишинский статус. И Зору хорошо, что Санджи по-прежнему даже ниже Кильки. И самому Коку здорово, все как он и хотел, будет ходить под отца Стуси. Тем более супер бутербродик, теперь Санджи будет между Робин и Стуси, после обновлений в промежуточной арке. Но когда Стуси от них съедет, тогда уже и следующее повышение после льбафа не заставит себя долго ждать. Рорану Азора имел красивейшую награду и с отсылкой на свой день рождения, и на четыре единицы как символ загробной жизни. Но время пришло. И также отдавая дань прошлому, самой крутой наградой будет один миллиард триста двадцать миллионов бели. Такую красоту до следующих сверх повышений после льбафа Азора и будет вынашивать. Вы только посмотрите, какая красота. И миллиардик, и старая добрая награда. Все в пору этой голове траве. Ну и естественно, тот самый дебошир, который устроил все это, дал отпор Адмиралу и Гарасею. Божественный Луфи. Ему можно накидывать сколько угодно. И для потряски мира, наряду с шокирующими заголовками, было бы здорово увидеть временную награду Луфи, которая превосходит шанксовую. Четыре миллиарда сто тридцать миллионов бели стали бы прекрасной демонстрацией угрозы для всего мира. Что думаете на этот счет? Пишите в комментариях. Но это еще не все, ведь параллельно происходят жесточайшие вещи. Тич, помимо того, что напал на Трафальгара Ло, который также с Кидом приблизился к уровню Йонко, возможно, столкнулся с героем Дозора Гарпом. Так еще ведь он украл второго героя Дозора Коби, который сейчас якобы у него в плену. Черная борода наводит шороху в новом мире куда побольше Луфи. И если выяснится, что он одолел Трафальгара и устроил проблем Гарпу, то его награда должна перекрывать и Биг Мам, и Кайдо. Четыре миллиарда семьсот девяносто миллионов бели будут в самую пору этому жесточайшему пирату. Теперь Тич станет самым дорогим Йонко на данный момент. И это вполне оправданно. Как считаете, хороший исход событий по наградам? Я думаю, Тич заслужил самую высокую награду из нынешних Йонко. Кто же еще, как не он, представляет такую угрозу? Такие дела, красотки-пираты. Только для вас этот умопомрачительно-трудозатратный контент. Оценивай работу лайком и подписывайся на канал. Пиши комменты, какие кому награды бы выдал после этой мини-арки и новостей от Морганса. С чем согласен и что нужно подкорректировать. Сегодня в конце ролика хочу поблагодарить всех спонсоров на Ютубе и на Бусти. Спасибо всем, кто заполняет стаканы на стримах и оформляет символические подписки на Бусти. Я там, кстати, оставил только три тарифа. Остальные два сейчас попросту не имели смысла. Всем спасибо, всех обнял и принял. Каждого меньше, чем три. Все нужные ссылки на Дискорде, Лего, ВК и на Бусти будут, как обычно, в закрепленном комментарии под видео. Покорим же новые горизонты вместе. До скорых встреч. Кампай! Субтитры сделал DimaTorzok